МФЦ. Сейчас этой аббревиатурой уже никого не удивишь. Многофункциональный центр, который теперь называется «Мои документы», был создан три года назад. И тогда, по словам директора Николая Бондаренко, за сутки обслуживал всего 20-30 человек. А, к примеру, сегодня, в день, когда мы снимали этот сюжет, только к обеду госуслуги получили более 600 человек. Сейчас ситуация резко изменилась. Резко изменилась в связи с чем? Многие органы власти практически прекратили на местах приём посетителей по живой очереди. Естественно, все эти люди пошли в МФЦ. Через МФЦ можно оформить паспорт, социальную карту, сертификат на материнский капитал, пособие на ребёнка и многое другое. В центре существуют жёсткие рамки по времени предоставления услуг. Как правило, посетитель ожидает своей очереди не более пяти минут. Внутренняя работа центра отслеживается через телекоммуникационную систему, разработанную Министерством государственного управления, информационных технологий и связей Московской области. Программа очереди выстроена таким образом, что мониторить время ожидания в очереди, время оказания услуг может не только руководитель МФЦ или руководитель соответствующих структурных подразделений МФЦ, но и министерство наше. Ежедневные рабочие вопросы обсуждаются и решаются по видеосвязи с вышестоящим областным руководством. Все сотрудники МФЦ соблюдают региональный стандарт госуслуг. Это профессионализм, отзывчивость и приветливость. Нужно понять человека, в первую очередь, для чего он сюда пришёл, что он хочет получить, вникнуть в его ситуацию и как можно быстрее оформить ему заявление, чтобы он получил услугу. Каждый посетитель после оказания ему услуги может оценить качество обслуживания, поставив оценку сотруднику. Указом президента России уровень удовлетворённости граждан качеством госуслуг, включая муниципальные, к 2018 году должен составлять не менее 90%. По той информации, которая есть на сегодняшний день, на территории Московской области, они достигают 95%. То есть это достаточно высокий показатель. И действительно, как мы видим, по крайней мере на данный момент, все посетители поставили единогласно положительную оценку. Оперативность в принципе и о том, что о любых изменениях всегда сообщают, набирают, предупреждают, по документам помогают. Меня устраивает на все 100%. Вот Маргарита Владимировна очень хорошо к нам отнеслась, всё внимательно выслушала, всё записала, обещала помочь, достать нам необходимые документы. А мы напоминаем, что Центр госуслуг «Мои документы» в городе Видное работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Также существуют удалённые рабочие места в поселениях района, адреса которых можно найти на официальном сайте. Дмитрий Книга, Константин Брлов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.